На сегодняшний день 10 из 25 областей Украины уже под надзором народного контроля. Можно говорить о том, что в Украине в скором времени народ может прийти к власти. В Киеве протестующие берут под контроль все новые и новые улицы и административные здания. Минувшей ночью было занято помещение Министерства юстиции Украины на улице архитектора Городецкого. Это строение примыкает к палаточному городку на Крещатике. Протестующие заняли Минюст без побоев и мародерства. Участвовали. Что происходило? Подошли. Как можно брать? Брали, взяли, выломали арку на решетку, зашли. Охранников никто не тридцать человек. Три человека. Никого больше не было. Попросили, вызвали. Милиция пришла. Мы их забрали. Дали им людям. При них спросили. Били. Вас нет? Они сказали нет. Люди опечатали импровизированными пломбами все кабинеты, где остались нетронутыми документы, компьютеры и личные вещи чиновников. У здания Минюста соорудили баррикаду из мусорных баков и мешков со снегом. В помещение никого, кроме представителей СМИ, не впускают. Хочу забрать хотя бы туалетную воду, е-мое. Но все-таки 800 гривен на этой дороге не валяется. У вас туалетная вода осталась на рабочем месте? Да. Зачем вам на рабочем месте туалетная вода? Протестующие выдвинули властям новые требования. Отставка правительства, отставка Азарова, президента Януковича, перевыборы Верховной Рады, отмена диктаторских законов, прекращение политических репрессий, выпуск политических заключенных. Между тем, Майдан полнится слухами о скором вводе чрезвычайного положения в стране и разгоне протестующих. Завтра депутаты Верховной Рады собираются на внеочередную сессию. На повестке дня единственный вопрос – ситуация в стране и обсуждение путей выхода из кризиса. Обсуждение обещает быть жарким. Но уже сейчас видно, что протестующий народ вполне может победить в Украине действующий режим Януковича и отобрать власть узурпатора.